Они соберутся вместе. Поговорить о том, что особенно волнует. Поделиться собственным опытом. Выслушать друг друга. Сообща найти выход из трудных ситуаций. Научиться сострадать, содействовать, созидать. Осознать истинные ценности. И сделать свой выбор. А вы присоединяйтесь. Молодёжный клуб «Совы». Конгруентность – это вообще что? Конгруентность – это соответствие вербального и невербального в коммуникации. Это когда твои жесты соответствуют твоим словам. Я сейчас устал, я такой конгруентный. Ты конгруентен на 100%. Хотя я не понимаю, почему ты устал. Я заранее устал перед съёмками. Там что-то у Аллана Пиза было. Там «Язык телодвижений» книжка была. Это умный, умный. Суверин, Суверин читал. Например, сделай что-нибудь неконгруентное. Скажи, что у тебя густая рыжая борода. У тебя уже дёрнулись вправо вверх глаза. Ты уже начнётся врать. Понимаешь, в чём дело? Да. Когда человек не врёт, у него зафиксировано зрение. А стоит человеку немного, собственно, отойти от правды, как моментально уходят, уводятся глаза как бы в сторону. И это говорит о чём? Самое важное. О том, что сама ложь, она противоестественна для человека. И это важно понимать. Юля, что ты делаешь? Скажи мне. Что ты с этим делаешь? Что я делаю, ребят? Но скажу так немного загадочно. Только не ври нас. Я делаю так, чтобы было красиво. А вот для чего нужно вот это красиво, я вам скажу потом. А пока скажите, красиво? Очень красиво. Очень, да. Кто там был неконгруентен в этот момент? Ёль, ну так тема-то у нас сегодня какая, если формулировать? Ребят, тема у нас сегодня ложь. Ну это уже понятно из наших с вами рассуждений. Вообще для чего мы врём? Мотивы лжи. В общем, вопросов куча. Главное не завраться искренне. С любовью к людям разобрать нашу сложную тему. Главное конгруентно. Мне слово понравилось. Главное да. Конгруентно. Ну что, ребята, красоту мы навели. Пряники готовы. Ждём гостей? Да. Ждём гостей. Ждём. Ждём гостей. Тема нашей сегодняшней программы «Все люди врут». Вот только вопрос в том, что для одних людей это утверждение с точкой в конце, а для других это утверждение с большим знаком вопроса. Вот наша сегодняшняя задача расставить знаки препинания в этом предложении. Нам сегодня разобраться в этой теме помогут, как всегда, Валерий Николаевич Духанин, кандидат богословия, психолог Алексей Санников и наши специальные гости – это актёры Ирина Денисова и Виктор Золотонок и ещё специалист горячей линии по работе с онкобольными Наталья Горожанина. Друзья, тема на самом деле сложная. Мы отправились на улицы города. Я предлагаю посмотреть, что отвечали люди на вопрос о том, почему мы врём, каковы мотивы и что вообще такое ложь. Смотрим. Есть такое выражение, что «врут все». Вы с этим согласны? Да. Да, к сожалению. Это абсолютно нормально в наше время – врать. Наверное, да, многие врут. Ну да, всё время ими врут. Вы представляете себе жизнь вообще без лжи? Вот утром встаю и всё, с сегодняшнего дня не вру никому и ни в чём. Ну, я не вру никому. Никогда? Никогда. Так вот, я не смогу по-любому. Представься сначала. Мне Юля зовут. А вас, простите, по-моему, с вами. Третья волна русского ангарда – Иван Шабанов. Ага. И Петрович. Ну, приходится врать, а что делать? Иногда приходится врать для того, чтобы где-то выиграть, чуть-чуть пойти вперёд, потому что иначе тебя схавают, задавят и съедят. То есть, наоборот, когда всё плавучит, намного интереснее. Человек может убирать. Следовательно, это жизнь, движение. Нет чётких границ. Назовите пять пунктов, для чего нужна ложь. Даже не знаю, может быть, для выгоды какой-то многие врут. Да, чтобы денег за ремонт. Деньги, доверие, престиж что-то и вот. Ради своего спокойства, то, что на тебя никто не посмотрит косо. Чтобы не огорчать других, тоже. А ещё врёшь, потому что Адам и Ева согрешили. Мир несовершенен. Очень часто мы применяем такое понятие, как ложь во спасение. То есть, если мы соврём, но это нас спасёт, мы совершаем в каком-то смысле благое дело. А спасёт от чего? От наказания. Когда родители спрашивают, как дела в школе, мне легче ответить всё хорошо, чем сказать правду, что, я не знаю, у меня проблемы с учителями или я получаю двойки. У меня был случай, когда я очень серьёзно родителям суровала, и сейчас нет ко мне доверия, а то я страдаю сейчас действительно. Поэтому я считаю, что плохо брать. Слушайте, вот смотрите, любая ложь, в принципе, может скрыться, согласитесь? Да, всё. Тогда почему мы врём, если знаем, что могут всё узнать? Ну, так в людях это как-то заложено уже. Да, всё тайное становится явным. Мама мне постоянно так говорит. Ну, если ты не можешь сказать правду, лучше просто промолчать. Если ты любишь, говори правду, не бойся, да? Вот, вот как и в картинах, я же пишу правду, не стесняюсь. В чём сила, брат, в правде? Ну, последний наш герой, Иван с Ящером Петровичем, сказал, в чём сила, брат, в правде. Все мы с младенчества учим детей, нас учили, что врать это плохо. Вот если мы знаем, что правда это лучше, то почему врём всё равно? Ну, вот как там сказали, я тоже так считаю, что иногда ложь бывает во благо, да? Вот пример. Банальный пример, да? Немного негативный, конечно, но всё же. Человек, грубо говоря, болеет раком, да? Ему осталось полгода жизни. Ему сказали, что всё, у тебя есть шанс, ты выздоравливаешь. И он начинает эти полгода жить так, то есть как будто он реально живёт, да? Вот он чувствует жизнь, а не то, что он считает себя обузой, там, да, ну, как бы для родственников или ещё что-то. Или даже бывают такие случаи, то, что самовынушение помогает человеку выздороветь. То есть ложь бывает иногда во благо и необходима. Вот, Наталья, правда ли ложь нужна? Вы знаете, действительно, это один из самых распространённых вопросов, которые поступают на нашу линию, именно от родственников онкологических пациентов, говорит ли человеку о его диагнозе, о его прогнозе. И я не согласна вот с предыдущим оратором, что ложь может спасти человеку жизнь или может как-то повлиять благотворно на его вот выздоровление. Когда родственники говорят неправду, это всё равно считывается даже невербально на каком-то тонком уровне, на внутреннем, подсознательном. И человек всё равно осознаёт, что что-то не так, что-то от него скрывают, что-то ему недоговаривают. И вот эта неискренность в отношениях близких людей, она гораздо более пагубна может сказаться на психологическом состоянии человека, который болен. А знать правду – это действительно очень мощный, скажем, стимул для человека что-то поменять в своей жизни, простить тех людей, которых он ещё пока не успел, скажем, простить, попросить у кого-то прощения, завершить дела и поставить точку. Всё равно человек, который умирает, он рано или поздно узнает. То есть получается страшно-то, что врут самые близкие люди о самом главном. А у кого-нибудь, спасибо, Наталья, а у кого-нибудь есть пример? Да, давайте. Просто конкретный пример. Отец заболел раком. Ну, я отпросился с работы, всё, там, прилетел к нему и узнал, что мама, она скрыла от него, потому что она не знала, как поступить. И вот я тоже столкнулся реально с этой проблемой. И знаете, я позвонил потом в Москву, там, отцу Георгию, вот, чтобы как бы он меня поддержал, потому что... Отец Георгий, это духовник? Это мой духовник, да. Мне показалось, что... Я и сам чувствовал, что надо как-то открыть это. И он поддержал меня, да. И вы знаете, вот то, что произошло... Отец у меня человек, ну, как бы из советского такого периода жизни, коммунист, всё, и как-то относился даже воинственно к церкви и вообще там какой-то духовной жизни. И вот когда я сказал о том, что батя так и так вот рак, то есть осталось там несколько месяцев, как-то он не то, что и не испугался, да, он стал искать выход, куда, а что дальше, да, то есть там грань, за которой либо пустота, либо что-то, либо кто-то. Я после этого случая вот с отцом, я точно знаю, точно знаю, что надо говорить правду. У меня был как раз случай обратный. У меня бабушка заболела раком, и она умерла, Царствие Небесное. Тогда я ещё не была, скажем так, верующим таким православным, выцерковлённым человеком. Вот. И первое было, что я, ну, у меня было совершенно, что я ей не скажу. Ну, и я ей так и не сказала. Но дело в том, что я сейчас, вспоминая последние месяцы её жизни, я, честно вам скажу, я очень жалею о том, что я этого не сделала. Потому что человек прожил очень сложную жизнь, и ей было с чем встретить, простите, ну вот, ей было с чем встретить свою смерть. Душа её требовала и исповеди, и покаяний, и она мне говорила о том, что я знаю, за что мне эта болезнь. То есть она мне пыталась исповедоваться, но я тогда не понимала ничего, что происходит. Мне казалось важным, что я просто за ней ухаживаю и облегчаю ей какую-то физическую боль. Но я не сделала ничего для того, чтобы облегчить ей её душевные какие-то муки. Дать человеку возможность встретить свою смерть, вот что-то пережив и переосмыслив, это очень важно, и я тому свидетель. Спасибо. Мне кажется, что вообще очень важно, что это было сказано, да, потому что в данном случае получается, что ведь мы все умрём на самом деле, да, просто кому-то, вот этим людям, да, действительно, как, но мы все умрём, это факт, просто кому-то этой болезни дается время, дается шанс, что ты переосмыслишь. И мы иногда, получается, в этом случае своей властью, да, лишаем его этого шанса. Это ли ложь по спасению? Я знаю историю о женщине, у которой был рак, неоперабельный, с метастазами, и жить ей оставалось, ну, допустим, месяца два. В клинике работал врач, то есть такой опытный человек, ну, уже в годах, вот, и вот на одном из осмотров он сказал ей, голубушка, ну, что вы переживаете, у вас ничего серьёзного, у вас, да, вот есть как бы степень какая-то рака, но это не смертельно, вы будете жить. То есть продолжалось это в течение где-то, ну, почти года она являлась к этому врачу, каждый раз ей врач говорил что-то обнадёживающее, и после этого она приходила на следующий сеанс бодрый, счастливый и полный жизненных сил. Но произошло это ровно до тех пор, пока этот врач, ну, в силу каких-то причин, может быть, в отпуске был, может быть, в выходной, его не было. Принимал эту женщину другой врач, молодой и не такой опытный. Увидев снимки, он спросил, а что вы вообще, как вы в этом мире-то до сих пор остались, если у вас там метастазы, вам же жить уже вообще день-два, вот, и следующего визита этой женщины в клинику уже не было. Вот смотрите, Джалиль, ей врали всё это время, а подготовка? Ты понимаешь, а вдруг человек мог вот это время потратить на подготовку к этой загробной жизни? Валерий Николаевич. Я думаю, что наши оппоненты не совсем понимают, о какой подготовке идёт речь. Дело в том, что когда мы всецело привязываемся к земле, да, и думаем, что нам ещё долго-долго-долго жить, то мы совершаем вот столько порой там зла, да, там чего-то дурного, что душа становится, ну, просто покрыта грязью. И эту грязь нужно когда-то очищать. И вот весть о скорой смерти может стать тем звонком, который способен отрезвить, что хватит гнаться за вот этими абсолютно пустыми какими-то благами, попытаясь вот очистить свою душу. Есть исповедь, есть покаяние, есть таинство причащения. То, посредством чего человек как раз достигает вечного спасения своей души. Вот именно это с христианских позиций и является правильным приготовлением к переходу в духовный мир. Спасибо, Валерий Николаевич. Я вот к психологу хотела обратиться. Алексей, насколько психологически сложно сказать человеку о том, что он болен? Мы в этом случае боимся за человека больше, который болен, или за себя? Обычно ложь – это всегда мотивация к избеганию чего-то. Избегание неловкости, избегание некорректной какой-либо для нас, по нашему восприятию, реакции – это обычно избегание. И вопрос в том, о чём мы бежим? От себя, от своих родных, от Господа, может быть, от веры. Ну, кстати говоря, у нас и в сюжете было сказано, да, соврать. Что значит ложь во благо, да? Это избежать наказания. Да. Ну, смотрите, мы с вами об онкологии поговорили. Это действительно тот вопрос, который всплывает самым первым. Но с такой ситуацией, слава Богу, в жизни встречается не всегда и не все, да? Есть ложь какая-то более такая земная, мелкая. Вот она во благо себе. Давайте об этом поговорим. Неделю назад мы с совами условились, что каждый возьмёт блокнот и целую неделю за собой последит. Сколько раз мы встали за это время в ситуации, да, выбора, соврать или не соврать, сколько раз всё-таки осмелились сказать правду, когда соврали и почему. Кто готов поделиться наблюдениями недели? Кто вообще это сделал? Поднимите руку. Молодцы. Остальные двоечники. Ладно. Да, Лиза. Да, я поделюсь. Мне на самом деле очень стыдно будет делиться, но я всё равно это сделаю. Я заметила, что когда на этой неделе я лгала, это было связано не с какими-то глобальными вопросами, мне просто хотелось, чтобы, ну скажем так, меня похвалили ещё больше. Например, студенты, которые спрашивают меня, а вот Елизавета Владимировна, когда вы поступали в институты, вы во сколько институтов поступили так по количеству? Вы помните, я говорю, ну да, конечно, но в пять институтов, я просто, вау, в пять институтов, хотя на самом деле это было четыре. Я думаю, зачем я себя прибавляю? Господи, боже мой, нахуй. Ещё кто? Ещё? Андрюш, давай. Я могу сказать, что я точно не считал, но точно знаю, что врал я много, и я практически всегда вру, чтобы мне было удобно. Мне просто так удобнее. Ну, например? Ну, мне удобнее сказать коллеге, что там всё готово, уже всё сделано, хотя на самом деле я завтра с утра приду, и пока никого не будет, быстро сделаю. Ну, просто, чтобы мне вот лишний раз, да, как бы мне по моей голове лишний раз не ездили, потому что мне так удобнее. Знаешь, Юльич, если честно, я сломалась на третий день. Всякий раз, когда я вставила в ситуацию, когда я собиралась солгать, я пыталась этим прикрыть слабость какую-то. И через три дня я поняла, что да, я много вру, и что записывать, наверное, всё это просто не имеет смысла. Попу прикрыть? Да, да, в принципе так. Ну, да, Лен. Я ханаю, что это попа, но такое место нежное, а ну лишь бы прикрыть его, только бы не попало, да. Вот соврала, опоздала на работу, на самом деле немножко проспала. Вот, свалила всё на пробки, не знаю. А почему правду не сказать? Не, ну если проспала, то там уже, опять же, другое отношение. Ну, вот такая вот особенность у начальника, просто у него реально с этим строго. Ну, теперь же твой начальник знает правду. Ну, да, что вы знаете, что ты подскрёб там совести. Я вспомнил как раз-таки контрпримеры, вот вопрос, а почему не сказать правду. В школе у нас в 10 классе была школьная форма, все страшно не любили её носить, и соревновались друг с другом по части придумывания оригинальных отмазок, почему я в этот раз пришёл не в форме. Там вчера там стоял на остановке, меня окатило грязью, там мама постирала, забыл вытащить машину, ещё сохнет, ещё мокрая. А я даже тоже пришёл без формы, в джинсах, в свитере, а в этот день директор стоял у входа в школу и проверял всех, кто в форме. И я захожу, раздеваюсь, и мне, Костя, ну-ка, пойди сюда, ну что же без формы-то? И я как-то так думаю, сейчас, вот, думаю, ну что же сказать такого, вот, чтобы не наругали. И я ничего не хожу, говорю, Владимир Иславович, ну, достало. Вот, простите, захотел в джинсах прийти. Я ж дождал бури, на что директор сказал, какой честный мальчик, ну тебе. Правда, получается, спасает? А то. А то. У меня есть один тоже пример, мне нужно было отказаться от съёмок в одном сериале, куда меня уже утвердили, и там с момента кастинга до начала съёмок изменился сценарий, изменился, значит, образ моего персонажа, и я просто, я когда прочитала в конечном итоге, что, собственно говоря, предлагается исполнить, я поняла, что я не могу это делать, но отказываться это очень, ну, это большая проблема, это реально большая проблема, и легче соврать, что я заболела, или там у меня какие-то проблемы семейные, мне нужно куда-то уехать. Потом я подумала, Ира, стоп. А почему бы тебе просто не сказать, вы знаете, поменялась концепция персонажа, и она меня действительно не устраивает. Ну а почему вы это не сделали? Я сделала. Я позвонила кастинг-директору и сказала, вы знаете, вот поменялась концепция персонажа, и вот в такой концепции я никак не могу принимать участие, в общем, простите, но, в общем, так. И что было? Была такая пауза, кастинг-директор меня очень долго выслушал, говорит, Ирина, вы знаете, я вас очень уважаю, сказала мне кастинг-директор, что было совершенно неожиданно. И она говорит, вы знаете, если у меня будут в ближайшее время работы, где не будет блуда и кровопускания, я вас буду рекомендовать. Я была очень счастлива, и у меня просто было какое-то, я думаю, ну вот, все, теперь я буду всегда так делать. Спасибо. Я хотела бы показать сюжет из интернета, Андрюш. Выведи нам. Так, внимание. Кто может поработать в празднике? Кто, никто не может? Я могу. Будет отраслевая выставка в Париже. Надо поехать туда на три дня. Маша поедет с тобой переводчиком. Вот, пожалуйста. Мы с вами начали разговор с того, что врем во благо, да, во благо чего уж там, ладно, себя, конечно. А пришли к тому, что правда все-таки лучше. И антилож спасает иногда. Да, сползаем все равно на правду со лжи. Почему? Почему в душе хочется правды? Ну, давайте подумаем. Вообще-то, вот, душа любого человека, она к чему тянется все-таки? К добру или ко злу? К Богу или к дьяволу? В нас заложено стремление к чему-то лучшему. И правда – это то, что от Бога. А ложь – то, что появилось от дьявола. И, в общем-то, Священное Писание нам приоткрывает подлинное видение этой проблемы. Когда вообще появился-то обман и ложь? То есть, самым первым солгал именно дьявол. И люди согрешили, отступили от Бога и вот сорвали, так сказать, запретный плод. Почему? Потому что они доверились лжи дьявола. Вот тогда-то ложь вкралась в жизнь человека. И теперь мы как бы вот несем такое вот дурное наследство, что вроде бы мы понимаем, но нас это постоянно, нам это сопутствует. И ложь, она разрушает постоянно. Постоянно разрушает, потому что приближает к дьяволу. А где дьявол, там нет порядка, там нет никакой гармонии и красоты. Там только хаос, несчастье. И временная выгода. Да, только временная выгода. А в конечном итоге полный крах. Вы знаете, мы как-то раз сидели мы в Савином гнезде, вели разные разговоры, и у нас... Олег сказал очень интересную мысль, меня вот она просто поразила, что правда – это движение к Богу, движение вверх. А ложь – это как антимолитва. Это движение вниз, к сатане. Олег, вот ты мог бы сесть на стул и рассказать о ситуации, в которой ты вот это вот сказал? А к чему вообще ты это говорил? А, ну конечно, что ж. Был у меня товарищ, он любил врать. Но сначала я подумал, что какой интересный человек, он быстро на ходу все сочиняет. Фантазия развита, бурный. Ну вот все там сверут денежки на что-нибудь, ну там, грубо говоря, на булочку все собрали. Говорит, сходи. Она, скажем, стоит там 50 рублей. А он, значит, потратит 60. Говорит, а там палатка была закрыта. Смотришь, палатка открыта. А там другая продавщица была, она мне что-то... Или там его кто-то, кто-то у него деньги отобрал. В общем, все время придумал, 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 придумал. В принципе, булочку он приносил или нет? Нет, он приносил. Половину булку съест, грубо говоря. Это кто-то там с кем-то он там встретил, с товарищем. Булку съели. В общем, постоянно врал. Ну, с одной стороны, было интересно. Особенно какие-нибудь истории рассказывал. Однажды, прям на полном серьезе, мы сидим, говорят, наверное, пора ему рассказать, так про меня. Я думаю, что мне там рассказывать? Такое, нагоняю вот эту жути там, да. И начинает что-то нести там, ну совсем не сосветится. Что какой-то мир там, что он какой-то там сын дракона. Боже мой, что человек несет. В общем, нет, это на полном серьезе. А я не понимаю, может он под чем-то? А потом я понял, что он просто не может не врать. Вот помните, как в фильме там «Лжец-лжец» с Джимом Керри? Вот он там не мог врать в какой-то момент, а этот вот не мог говорить правду. Антифунтик. Просто, 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 никаким образом. Антифунтик не мог врать детям, это право всем. Ну, со временем, конечно, пути и дорожки разошлись. И я вот у своего там крестника спросил, они с ним общались, что там с ним сейчас. А вот оказалось, что попал человек в психбольницу. Вот. Ну и вообще, когда он говорил, вот было ощущение некой такой вот, ну какой-то инфернальности. Какая-то слащавость в нем появлялась. И вот как бы какая-то липкость такая в воздухе. Вот какая-то вот молитва вот наоборот. Антимолитва. То есть тоже с какой-то силой, тоже с какой-то вот направленностью воли. Только вот как-то иначе. Ну, может, это мое субъективное мнение. Вниз. Ну да, вниз, да. Но факт то, что человек попал в психиатрическую клинику. Ну, факт остается фактом. Алексей, вот прокомментируйте, какова природа лжи вот 25-летнего человека? Ему не 5 лет. Ложь постоянная формирует некую зависимость человека. И так как ложь это еще не только ложь другим, но и некий самообман, зачастую, при подобной сильно активной лжи, скажем так, происходит деконтакт с собой и вплоть до таких достаточно сложных ситуаций, когда человек может... А вот этот деконтакт, он каким образом выражается вообще? Что это такое? Ну, это термин гижтальтерапия, когда человек теряет себя самого, теряет ощущение, что даже чего он хочет, теряет контакт с собственными потребностями. А вы знаете, я вот слышала, что когда человек врет, он потихоньку теряет память. Ну, это, наверное, даже логично объяснить, да? Он уже забывает, кому он что соврал. Ну, простите, психика, несомненно, будет страдать. Почему? Потому что вот если правда – это реальность, то ложь – это уход от реальности, да? Вот когда мы вообще выходим из дома и куда-то идем, мы же хотим шагать по твердой почве, да? А не где-нибудь там по болоту, да? Или уж тем более шагать куда-нибудь в пропасть, в воздух. И вот ложь – это и есть шаг в какую-то пустоту, в шаг в какую-то пропасть. То есть человек просто уходит из реальности, и его психика, она уже перестает ориентироваться. Вот давайте примеры, у кого в жизни было так, что врал, и вот этот вот, ну, я не знаю, организм, знаете, вот на физиологическом уровне отторгал эту ложь. Ирина. Я в этой связи вспомнила про свою первую осознанную ложь. Это было в детстве. Мне дали 2 рубля 20 копеек заплатить за обеды в школе. Почему-то я пошла, купила воздушные шарики, мороженое и жвачки, апельсиновые жвачки. Вот. И, вы знаете, я наслаждалась этим своим поступком, наверное, минут 15, по моим детским тогда ощущениям. Я почему-то очень ярко помню этот момент. И был какой-то, знаете, такая эйфория, волшебный миг, когда у тебя есть мороженое, шарики, жвачки, вот, и там всё. Потом подход к дому был, когда нужно было прятать куда-то эти шарики, жвачки. И я помню, что я пришла домой, и я пыталась врать. Я что-то говорила, что конкретно говорила, я не помню. Но, видимо, настолько была очевидна моя ложь и торчащие какие-то шарики. И меня, в общем, очень сурово наказали. Ирина, извините, то есть получается, что организм... Я ведь задала вопрос как организм. То есть он пострадал в прямом смысле этого слова. Опять она же любимая пупа. Нет, ну вы знаете, дело не в этом. Дело в том, что вот это ощущение, я помню, что во мне что-то раздвоилось в тот момент. Ну то есть я была одной девочкой, а после этого поступка что-то другое стало во мне ещё жить вместе со мной. Изменился мир, изменилась я. И это связано именно с этой ложью. Это такая маленькая модель вообще грехопадения, которую вот ребёнок испытал. Я знала, что это было плохо. Простите, пожалуйста, Ирина, вот мне интересно, вы ведь актриса, да? Да. И вот этот момент раздвоения, вот просто интересно, насколько... Ну ведь не даром же это называли лицедейством, простите, если я скажу, что это обидно, да? Что это? Это ложь для вас или нет, когда играете? Это фундаментальный вопрос моей жизни сейчас. Актёрство – это очень тяжёлая профессия для православного человека. Я, к сожалению, не могу её сейчас оставить в силу разных причин. Каюсь. Порочность этой профессии для души я осознаю глубоко. Всё-таки это ложь? Это ложь. Вы знаете, в чём там самая главная проблема? Понимаете, это ведь не такая ложь, как другая. Я же не обманываю, что я вдруг какая-то императрица там. Я актриса, которой вот выступаю сейчас на сцене, на мне костюм. И я говорю этот текст, вы прекрасно знаете правила игры. То есть я не вру вам, что я собачка или кошечка или там кто-то. Но вы же испытываете чувства другого человека. Нет, это другое. Вы знаете, там проблема в чём? То, что я эксплуатирую тончайший, прекраснейший организм, созданный Богом, душу свою. Я её насилую. Я её заставляю что-то делать такое, что на самом деле нормальному человеку не свойственно и не нужно. Я постоянно совершаю какой-то совершенно... Но я терплю, покайкаюсь. Вот хотелось спросить, да, Валерий Николаевич, вот ситуация такая, такая профессия. С другой стороны, ведь люди, когда это делают, когда играют в гениальную чайку, когда пишется произведение, это заведомо ложь. Ведь литература, это же ложь по большому счёту. Ведь это же делается ради чего-то. Вероника, я хотела сказать, что человек Богом создан творческим. Ну вот актёры творят таким способом. А что же в этом плохого? Сейчас, Валерия Николаевич, надо... Действительно, вот эта работа по вживанию в роль и изображению на сцене, она действительно сказывается, сказывается. Мы знаем, что церковь, в частности, вообще запрещает актёрам становиться священнослужителями, да, именно потому что уже служение священника, оно исключает вживание в какую-то роль. Здесь должно быть всё подлинным. Но в то же время, если мы посмотрим основы социальной концепции, там нет категоричных выражений. Есть определённая доля снисхождения к искусству и к культуре, которая уже устоялась на протяжении веков. Люди воспринимают определённые добрые истины посредством игры актёра. Актёр, он как разведчик, который играет где-то там за рубежом какую-то роль. Для того, чтобы принести пользу своему отечеству. Но проблема-то в том, что мы не актёры. Мы обычные люди, которые в своей жизни постоянно врут. Ну, увы. Так можно же заиграться. Да, есть у меня такая история, действительно. Чуть было не закончилось плачевно. Ты готова ей поделиться? Я готова поделиться, да. Давай. Была у меня такая история, познакомилась с молодым человеком. Очень сильно понравился. Решил поделиться радостью с мамой, конечно же, с первой. Вот. Показываю фотографии, рассказываю о нём. Она внимательно слушает и говорит, не твоё. Я возмутилась, нет. Он такой замечательный. И начали мы с этим молодым человеком встречаться. Ну, то есть ты маме об этом не сказала? О продолжении отношений получается так? Нет. Вот как-то, знаешь, встретились мы с ним. И как-то, ну, просто пригласил погулять. И у нас как-то всё завязалось. Вот. Ну, как-то мимо мамы. Нет, как-то не то, чтобы как-то завязалось. То есть, ну, вот, знаешь, начали мы встречаться. Мама спрашивает через некоторое время. Говорит. Ну, что, говорит, как там он поживает? Говорит, всё. Говорит, прошла любовь, взяли помидоры. Я говорю, ну, так, в интернете общаемся. Вот, первая ложь. Вот. Затем, значит, день рождения мой. Приглашают меня в ресторан. Идём. Маме я сказала, естественно, что иду с друзьями. Про подарки тоже собрала, что друзей. Вот. Там когда на свидание потом ходила, к нему тоже какие-то, извиняюсь, отмазки придумывала. Вот. Вот. И это всё как-то росло, 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 нарастало. Снежный ком превратился в бомбу замедленного действия. Просто в какой-то момент я поняла, что я на грани нервного срыва. Что просто вот ещё чуть-чуть, и у меня просто крыша поедет, наверное. То, что с одной стороны, да, там, не знаю, там чувства эйфории, да. А с другой стороны, какое ценное это даётся, да. То есть, ценное лжи самому близкому человеку. Это страшно, на самом деле. И просто и он себя там начал проявлять не самым лучшим образом. Я его раз в два ловила на лжи, он такой очевидный. Я говорю, господи, дай сил. И разрубила этот гордий пузел. Вот. И ну и расстались мы. А мама так ничего и не узнала? Ты знаешь, нет. Единственное, она заметила, говорит, слушай, что происходит в последнее время? Ты какая-то бледная, замкнутая, не разговариваешь, ничего. Я говорю, мамочка, всё нормально, учёба, всё хорошо. Слушайте, ну ведь фишка-то в чём? Ведь никто не узнал об этой лжи. Одно дело, когда о нашей лжи кто-то узнаёт, да, но тут, естественно, тебя разоблачили, тебе там плохо. А здесь плохо просто от осознания того, что никто об этом не знает. Да. Даже при этом условии. Ну вот почему так? Можно прокомментировать? А, дело в том, что даже самая маленькая ложь – это всегда стресс. Стресс от того, что ты-то знаешь, что солгал. И это уже расторжествление с собой тем, который знает правду. И вот эти вот ситуации, они накапливаются, накапливаются, накапливаются. Ведь любая ложь, она ведёт за собой следующее. То есть из-за этого такая паутина из-за лжи? В результате после этого требуется работа психолога. А в чём работа психолога? Работа психолога – это возврат, в первую очередь, человека самому к себе. Он помогает человеку увидеть то, что он сам не хочет видеть, из-за этой лжи как раз. Вспомнил сейчас про конкретный пример, немного забавный, конечно. В общем, раньше я с гулянок, с тусовок приходил, у меня, как говорят, не в тонусе, но не в самом хорошем состоянии, да. Вот. И мама спрашивала, что с тобой? Мам, я устал. Я просто утомился. Чтобы её не огорчать. Мама, огорчить, зачем это нужно? Я в боеньки спокойно ложился, всё. Так может просто не надо, пардон, бухать? Понимаете, в чём дело? Молодость, молодость, это не в этом дело. Сейчас, секунду, брейк. Я просто в бурной молодости тоже бывал в такой ситуации. И когда я говорил маме, мама, я устал, мама была в ужасе, потому что не понимала, что с мной происходит. А когда я говорил маме, мам, знаешь, перебрал, а ну ладно, иди поспи. Мама успокаивалась сразу, устала. Хоть причина понятна, это пройдёт, мама знала. Но история, которая меня поразила, история моего духовника. У него четверо детей, и у них главное правило не врать. Вот можно прийти домой с двойкой, с пятью двойками, но если ты сказал правду, да, папа, пять двоек, тебе не попадёт. Попадёт, если обманешь. Юль, знаешь, вот мы все говорим о том, что вот чаще всего люди врут для того, чтобы выгородить себя. Но есть ведь ситуации, когда мы вынуждены врать, чтобы защитить другого человека. Например, вот у кого-нибудь спрашивает жена его лучшего друга, изменяет ли он, и что вынужден этот человек сказать. Бедный кто-то. Да. Его прижали к стеночке. Если думал, да, знаешь что, ну вот изменяет, сказать правду, да может быть там всё уже у них наладится, это не ему решать, это именно дела двоих людей. Как вы в такой ситуации? А вот как? Логичнее, наверное, соврать. Это же не чужой человек с вами советуется. И если вы не хотите... Не со мной, я просто предложил, как бы... Не, вы ситуацию просто предложили. Ну давай мы уже к себе приклеим, пока что было удобнее. Ну давайте приклеим ко мне, ко мне всё липнет. Поэтому очень важно свою точку зрения высказать, я думаю. И не надо обличать никого, там вот ты прав, а ты нет. Но просто на саму проблему надо... То есть вы бы в такой ситуации сказали, да, изменяет? Конечно, нет. А что сказали? Я же про это и говорю, что... Ну точка зрения-то у меня есть. Безусловно, но это же... Её можно потом сказать изменнику, человеку, который, собственно, изменяет своей жене, но жене об этом говорить, ну как-то я не знаю. А не будете ли вы участвовать в этой коллективной лжи? Не договор, ведь это тоже ложь. Ты не сторонний наблюдатель, ты можешь что-то исправить, ты можешь раскрыть правду. Но ты этого не делаешь. Тут, Наталья, дело в другом. Тут третьего человека втягивают в отношения двоих. В этом вся проблема. Тот, кого спрашивают, он не участвует в этих изменах, он не является сводней, он не расстраивает ничей брак. Просто он доверенное лицо. Мне кажется, лучше всего уйти, может быть, от этого ответа и оставить... То есть не соврать, но уйти от этого ответа. А тогда это получается всё равно, что сказать «да», потому что это женщина. Да, да. Ну, в этой ситуации, предложенной Андреем, получается, что с одной стороны тебе либо придётся солгать, либо рассказать секрет друга. То есть, по сути, это предательство. Это предательство. А, по-моему, предательство гораздо страшнее лжи. Да. Ну, давай, Ниш. Ситуация была обратная. Поделился с приятелем просто симпатии к другой девушке. Он взял и всё выболтал. То есть вообще не было ни измены, ни мысли, ничего. Он взял и разболтал. Кому? К девушке? Я поделился. Казалось, девушке Мишиной. Так может быть, давай к худшему? Нет, это было очень сильно к худшему. У меня все дых волосы на голове после этого прибавилось. Кто его тянул за язык? Я поделился с ним, чтобы меня отпустило, понимаете? Он взял и заложил. Да. Еще раз хочу напомнить, что мы не знаем истины. И мы можем знать ту правду, только ту, которую мы видим. Абсолютно. И надо учитывать, что у нас нету двух вариантов сказать или не сказать. Вариантов намного больше. Потому что можно, во-первых, даже если ты ведаешь истину, можно её сказать по-разному. Или можно помочь двум поговорить между собой. А вот вы лично, как мужчина, как бы вы в этой ситуации поступили? Да, вот это самое важное. Сейчас сходу могу сказать, что, наверное, дистанцировался бы от ответа. Это равнозначно сказать, да. Как дистанцироваться? Вот у вас женщина спрашивает, твой друг, мой муж, изменяет мне или нет? И вы знаете, что изменяет. И вы говорите, ну знаешь, это такой сложный вопрос. Знаешь, а я не хочу обсуждать личную жизнь друга. Это равнозначно. Вот я так и знала, что он изменяет. Будет её ответ. Стоп. Здесь моя ответственность. И её ответственность. Вот то, что она будет думать дальше, ей нужно будет взаимодействовать с мужем. Она пойдёт ему и скажет, мне Алексей всё рассказал про тебя. Хотя вы, Алексей, ничего не говорили. Понимаете, в чём дело? А ты о женщине подумал об этой? Конечно. Каково ей в этой лже жить? И сколько это может длиться? Например, знаете, ребят, я знаю, что в случае супружеской измены батюшки не благословляют исповедующемуся человеку говорить об этом супругу или супруге. Слушай, одно дело, когда он раскаялся, да? А в данном случае... Простите, немножко другая ситуация. Нет, как надо сделать? Как бы, на мой взгляд, было бы мудро сделать. Другу дать втык. То, что вот проблема, жена, как бы, думай, что делать. То есть, жене сказать, что нет, я не знаю. Правда, я правда не знаю. То есть, и тем самым... То есть, сказать нет, соврать. Тем самым, хотя бы сохранится семья. Если человек не дурак, он не будет изменять. То есть, получается, что врать всё-таки можно, Валерий Николаевич? Конечно же, врать нельзя. Но вот конкретная ситуация, да? Я сейчас вот так вот тупо выкладываю всю правду, да? Предполагая, что после этого будет, ну, вообще, то есть, неимоверные какие-то последствия. Тут надо быть либо очень святым человеком, да? Что, сказав правду, сказав правду, тут же и уврачевать полученную рану человеком. Но если ты не настолько свят, что, высказав правду, ты не можешь уврачевать рану и не можешь воссоединить эту семью, то признай вот свою немощь и отойди в сторону и придержи пока эту правду при себе. Валерий Николаевич, то есть, получается, что... Валерий Николаевич, то есть, получается, что в вопросе сказать правду или солгать нужно в первую очередь руководствоваться любовью? Только любовью, только любовью. А любовь, она не своего ищет. Она ищет пользу другого человека. И мы знаем, что у апостола Павла написано, что любовь всё покрывает, да? То есть, когда мы любим другого человека, то, конечно, мы должны подумать о его пользе. О его пользе. И в чём-то, может быть, покрыть чужие недостатки и не выпячивать их, и говорить, что муж у тебя прекрасный, муж у тебя замечательный. Потому что нужно давать ему возможность на исправление. Ну, то есть, самое главное – это принять позицию другого человека, подумать о другом человеке. Я сейчас всем предлагаю подумать о других людях. Мы, кстати, с этим вопросом отправились на улицу и сняли соцопрос. Те, кого мы обманываем, они хотят знать правду или нет? Давайте посмотрим. А были ситуации, когда вы понимаете, что вам врут? Да, конечно. А что вы при этом чувствовали? Ну, иногда умиление, иногда горечь. Ну, даже какие-то чувства превосходства, потому что ты знаешь, что это неправда, а человек чутко уверен, что он говорит правду. А развлечали его, нет? Когда как? Это ужасно. Ну, если мелкая ложь, опять же, то это не настолько больно, как если обманули по-крупному. Особенно, если это хорошие друзья, знакомые. Ну, у меня непонимание сразу. У меня какой-то такой момент, что я впадаю в какое-то такое сонное немножко состояние, думаю, ну, как же так, да? Ты этому человеку доверяешь, знаешь как бы правду, но хотела узнать подтверждение, да? Например, когда ты знаешь, что кто-то что-то сделал, просто, ну, признайся в том, что ты это сделал, да? Я ничего не скажу, просто признайся. Я знаю правду, и постоянно один человек мне врет, врет, врет. А я знаю, что это, я знаю правду. И так еще, и так еще, и так еще плохо, плохо врет так. Часто бывает такое, что я сама понимаю, что вот я в этой ситуации могла бы соврать, если мне звонит подруга, и она там говорит, что у нее какие-то дела там, то я понимаю, что сейчас она врет. Если мне врут, я потом как следует выскажусь. То есть в отношении себя хотелось бы правду всегда слышать? Ну, не всегда, но хотя бы чуть-чуть, и по-дружески правду, чтобы ты исправлялся. Потому что у меня часто бывали ситуации, когда лучше было сказать правду, и много проблем сразу бы решилось. Чтобы вам сказали? Да, чтобы мне сказали правду, и чтобы я не думала, ах, что же там на самом деле происходит, что же мне делать. Я люблю как бы все знать, поэтому больше не очень. То есть вы в отношении себя только правду, а другим можно приврать? Если им это поможет, тогда... Зачем вам правда? Чтобы более точно знать отношение к себе, и легче будет быть социальным. Ты не будешь себя чувствовать каким-то слепым человеком по жизни, что тебе все вокруг врут, и все. Ну, так ты знаешь правду, точную. Ну, смотрите, если мы вернем, то получается, что мы обрекаем других людей быть слепыми? Да, абсолютно верно. Вы знаете, это какая-то такая подлинная ситуация получается. То есть нам только правду, а мы можем и приврать. А вы в отношении себя хотите правду или готовы слышать ложь? Кто, вот опять же, тот пример, там, с болезнью, хотел бы знать ложь. Да, Джарель? Лично, если я окажусь в ситуации со смертельной болезнью, я не хотел бы знать правду. Она бы убила меня быстрее. Я бы хотела пример такой привести. Да, есть такой фильм «Изобретение лжи». Там некая утопия, в которой люди говорят только правду. Только. Представьте вот... Ну, это вообще легко представить. То есть это не утопия. Есть, например, монастырь, где монахи, они понимают, что это ложь. Они на физическом уровне действительно чувствуют ее. Поэтому они не врут. То есть люди, которые никогда не врут, существуют. Это не утопия. В реальном мире это действительно выглядело как утопия, потому что ты к человеку относишься плохо. Что мы делаем в реальном мире, допустим, если это твой начальник, скажем? Вы говорите «Здравствуйте, дорогой господин!» Я не знаю. Что делают люди в этом фильме? Они в лицо говорят «Я ненавижу тебя, я ненавижу эту работу, но мне нужно кормить семью, поэтому я торчу здесь с 10 до 6 вечера». Слушайте, ну получается, что за ложью мы прячем какую-то свою внутреннюю грязь. Ну, согласитесь, нам так удобнее. Нам же хочется быть чистенькими, хорошенькими, беленькими, пушистыми. Если говорить правду так, знаешь что, Вася? Я сейчас тебе правду скажу. Вот так, конечно, да. Но мы почему-то все время в этой дискуссии, когда говорим о том, чтобы говорить правду в глаза, мы подразумеваем грубый, наглый ответ этой правды. А как сегодня сказал и психолог, и... Плохое отношение к человеку. Плохое отношение к человеку. Как и Алексей сказал, и Валерий Николаевич Духанин сказал. Если мы говорим правду с любовью, то вот эта проблема, она снимается. Я был в такой ситуации, когда меня для моего же блага решили оградить от неприятной правды, и, честно сказать, очень не понравилось. Я хочу рассказать об этом историю. Давай мы тебя приглашаем на наше кресло, наше слово откровений, и вперед. У меня был дедушка. Его звали Николай Гаврилович, но мы его все назвали Николай Горыныч за очень своеобразный характер. Он был узником концлагеря, он не только чудом выжил, он спас оттуда всю свою семью, потому что был очень работящий, вообще искренний человек. Потом он работал монтажником-высотником долго, и его попросили уйти на пенсию. И тут он понял, что без работы он не может, и он начал пить. В Ахмюе он был буен, семья его немножко сторонилась, и общался он хорошо, по большому счету, только со мной. И однажды я был в выздоровительном лагере, и смена проходила, как обычно, много лет туда ездил, и вдруг раздается звонок. Мне говорят, а ты знаешь, дедушка Коли умер. Как, когда, когда похорон? А ты знаешь, а мы его уже похоронили. Я думаю... Почему вы меня не позвали? Почему вы мне не сказали хотя бы? Я не знаю, я бы с ним хоть попрощался, я тут развлекался, я не знаю. Мне тут было... Там умер человек, единственным другом, которого практически я был. И приехал. Когда кончилась эта смена, смотрю, вещей его уже нет, ничего нет. То есть вот был человек, и кончился, все, и больше не будет. И вот, честно сказать, вот эта обида за то, что за меня решили, что мне лучше, и, честно сказать, совершенно не угадали. Я до сих пор не могу простить ни себя, ни родителей. У кого-то есть что-то сказать на этот счет? Я не знаю, я слушала Мишу, и очень за него переживала. Потому что, честно говоря, Миша, я очень не хотела бы оказаться на этом месте. Я очень не хотела бы, чтобы не соврали в большом, в малом или в большом, в том числе там про онкологию, про такое заболевание. Потому что хочется, чтобы у меня была возможность и покаяться, и по другому переосмыслить свою жизнь, понять, что я делала не так, если я к этому прихожу, если эта болезнь мне зачем-то дается. Мне кажется, что в данном случае ложь – это просто несправедливость к человеку. Я так это понимаю. Да, Кость. Ну, правда, она ведь не только хороша и удобна, она еще иногда и исцеляет. Мы говорили сегодня много об онкологии, и ведь есть же случай, и это реальный случай, когда женщине врачи сказали правду, что у вас рак. Женщина была неверующей, но, понимая, что она умирает, приняла решение принять крещение. Она крестилась и начала жить очень искренне глубокой жизнью христианки. Добрые дела совершать, участвовать в богослужениях, и жизнь полностью, и сердце полностью поменялись. И потом оказалось, что вдруг болезнь отступила. Врачи были в шоке. Такого не бывает, чтобы рак на этой стадии отступал. Но это произошло. Многие мудрые духовники говорят, что болезнь посылается человеку за грехи очень часто. И если человек своими решениями, своей волей эти грехи скупает, то и это наказание, эта болезнь с него снимается. Ну, смотрите, мы сегодня с вами очень много говорили о лжи. О лжи преднамеренной, о лжи маленькой или большой. Но вот давайте сделаем какой-то маленький такой вывод для себя. А можно ли хотя бы попытаться в какой-то ситуации себя ограничить? Вы знаете, я когда просто задалась этой темой, я для себя поставила вопрос, а могу ли я без лжи жить? Я попробовала. И какой-то период, вот уже там продолжительно, у меня это удается. И как сложно? Вы понимаете, если сложно сделать какой-то первый шаг, это не значит, что его не нужно делать вообще. Вот какой это может быть первый шаг для каждого? Близь просто. Какой для вас может быть первый шаг в том, чтобы остановить ложь? Мне очень понравилось то, что ваши домашние задания, которые вы давали друг другу, и я решила попробовать абсолютно один в один. Потому что вообще фиксировать какие-то вот эти свои греховные движения внутри, мне кажется, это очень полезно, потому что одна из проблем, то, что мы на них просто не обращаем внимания. Ну, я буду вести вот ваши дневни хотя бы три дня. Хорошо, спасибо. Кто еще? Первый шаг, на мой взгляд, это начать говорить правду себе. То есть... То есть получается, что мы и себе врем самим? Да, в первую очередь мы, скорее всего, врем именно как раз-таки себе. И только потом уже врем другим. Да, Наталья. Я считаю, что первым нужно переступить страх сказать правду и идти как бы против своей выгоды. Не бояться того, что тебе будет от этого хуже. Тем более, что мы действительно не знаем, а будет ли хуже. Да, в том-то и дело. Джалиль, почему ты микрофон передаешь? Давай. Ну, не знаю, я некоторое количество раз, наверное, пытался говорить правду. Ну, как правило, это были довольно положительные результаты, но не всегда. Вот в чем вся беда. Я не могу сказать, что вот с сегодняшнего дня я не буду лгать. Я буду продолжать. У меня такая практика. Не люби, не слушай, а врать не мешай. Отлично. Так, кто еще? Сейчас, секундочку, да. Ну, наверное, сложно не врать, потому что нам хочется казаться лучше, но подумав об этом, понимаешь, что твое истинное лицо, оно перед человеком вскроется в какой-то момент. И испытать вот это разочарование от себя, это гораздо хуже. Владимир, ну, готовы попробовать жить без лжи вот завтрашнего дня? Вообще без лжи? На сто процентов нет. Знаете, у меня такая картинка рисуется. Вот Господь рисует картину нашей жизни. И вот это истина. Вот это то, как должно быть. Но нам не нравится эта истина. И мы берем симпатичные красочки, вот которыми я работала в самом начале программы, и начинаем этими красочками какие-то узоры на этой картине добавлять. Возьмите шедевр какой-нибудь художественный и попробуйте на нем добавить вот такими вот, простите, пошлыми красками что-то. Получается искажение картины. У нас шедевра не будет никогда. Когда мы лжем, мы рисуем уже не на своей картине, а на картине жизни других людей. Глаза им закрашиваем. Вот я сегодня в начале программы, и ребятам не сказала, что я делаю. А я попыталась нарисовать такие очень красивые узоры. Представим, что это ложь. Вот на этих самых обычных очках. Я хочу предложить Джалилю и Владимиру, но у нас остальные не признались, что они готовы с завтрашнего дня начать не врать. Ребят, просто примерить вот эти очки. Можете встать и пройтись в этих очках по студии, увидите ли вы что-нибудь. Вы появитесь. А вам не уйдет. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»